Мы не видим сообщения о шести погибших в результате взрыва мины, организованного армянами 19 сентября этого года, а также резких призывов к Армении предоставить минные карты. Только 25% карт, предоставленных Армении, являются точными, и этим картам нельзя доверять из-за высокого риска человеческих жертв. Более того, некоторые международные эксперты прогнозируют, что на очистку территории Азербайджана от мин уйдет 30-35 лет. Об этом написала известный политолог и журналист Рэйчел Авраам в популярной американской газете Frontage Magazine. Основатель и гендиректор дипломатического центра Дона Грация в свою статью под заголовком «Почему мы должны запретить мины сейчас?» добавила мнение ряда международных политических экспертов. Главная тема материала авторитетного издания – минная проблема, из-за которой азербайджанская сторона до сих пор не может обеспечить возвращение большинства вынужденных переселенцев в свои дома на освобожденной территории. При этом отмечается, что в результате военной оккупации азербайджанских земель Армении, продолжавшейся почти 30 лет, территория нашей страны была массово загрязнена минами и пережитками войны. Согласно статистике Агентства по разминированию территории Азербайджана Анама с момента принятия трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, произошло 189 взрывов мин, в результате которых по состоянию на 28 сентября 2023 года погибло 327 человек. В связи с чем американский политолог выразила тревогу и заявила о необходимости принятия срочных мер для решения проблем с минами и защиты жизни невинных людей. Отдельно Рейчел Авраам акцентировала внимание читателей на проявлении гуманизма со стороны азербайджанских властей. В частности, она напоминает о помощи армянам Карабаха после взрыва на АЗС в Ханкянди. Учитывая несправедливую критику Азербайджана со стороны многочисленных правозащитных организаций, политолог оценила отсутствие заявлений, осуждающих Армению за минирование, как очевидное проявление предвзятости и двойных стандартов.